10 ноября 1918 года в Московском областном земельном отделе был зарегистрирован совхоз Орешковский хутор. Именно эта дата и стала точка отсчета истории совхоза, на сегодняшний день входящего в 300 самых крупных сельскохозяйственных предприятий России. В начале 20-х годов хозяйство было переименовано в хутор Ленина. Сейчас мы знаем это предприятие как совхоз имени Ленина. Название было получено в 1928 году. Совхоз пережил войну, тяжелые послевоенные годы, распад СССР в 90-х, упадок всей сельскохозяйственной отрасли. Но свой 95-й день рождения крупнейшее образцовое хозяйство Подмосковья встретило с новыми достижениями и далеко идущими планами. Продукция этого сельхозпредприятия известна и любима не только жителями Ленинского района, но и всего Подмосковья. Конечно, визитная карточка предприятия – садовая земляника. Но кроме нее в совхозе выращивают высококачественные и экологически чистые овощи – картофель, морковь, капусту, свеклу, фрукты и ягоды. Все очень вкусно. И картошка, и морковка. Особенно огурцы соленые, капуста. Всю зиму покупаем и едим. В совхозе не только выращивают овощную и плодово-ягодную продукцию, но и перерабатывают. Цех был открыт в 1973 году. Сейчас это современное производство. Небольшой коллектив выпускает за сезон более миллиона литров соков, нектаров и узваров. Ассортимент постоянно расширяется. И теперь в нем есть еще и пюре для промышленной переработки. Нам купили прекрасную линию для производства пюре очень современного. Мы в асептику производим большое количество пюре. Начиная от земляника, облепиха, и соки, и яблочные, и чероплодные, и рябиновые. Очень много тыкви нового пюре. Все тыквы, которые выращивают со вкусом и не продают население, мы делаем из нее пюре. И потом идет это нектаре. Лариса Люмина трудится здесь почти с момента открытия цеха. Она начинала лаборантом и прошла путь до заместителя начальника производства. Говорит, 37 лет назад сделала правильный выбор. Сергей Белоус, напротив, только начинает свою трудовую карьеру. Сначала я работал здесь купажистом, то есть готовил соки. Сейчас я работаю инженером-технологом, свезу за контролем качества воды. Мы запустили новую линию, разливаем воду в 19-литровую батарею. Современное оборудование, дружный коллектив, имеющий желание работать, вот слагаемый успех развития этого подразделения. То же самое можно отнести и к другому направлению животноводству. Ферма совхоза имени Ленина существует с середины 60-х годов. С тех пор показатели надоев молока только растут. Сегодня 393 поголовья коров, общее поголовье 957 голов. Продуктивность по году составляет на фуражную корову 8150. В этом году мы, это было в 2012 году, в 2013 году мы немножко увеличим. Таких результатов удается достигать благодаря современному подходу к производству молока и бережному отношению к животным, которые содержатся в коровниках, построенных за последние 10 лет. А сейчас заканчивается строительство еще одного помещения для молодняка. Основа большого сельскохозяйственного объединения – люди, сохраняющие верность своей земле. Они и стали главными героями праздника, посвященного юбилею совхоза имени Ленина. В адрес работников хозяйства звучали слова признательности за нелегкий труд, за самоотверженность. Коллектив зао совхоза имени Ленина был отмечен высокой наградой – грамотой Государственной Думы Российской Федерации. Руководитель предприятия Павел Грудинин, много лет возглавляющий хозяйство, продолжатель крестьянской династии, был отмечен Орденом Вернадского. Этим юбилейным знаком награждаются выдающиеся ученые, государственные и общественные деятели, предприниматели за особые заслуги и научные достижения в области распространения и популяризации научного наследия академика Вернадского. Позвольте мне еще раз от имени правительства Московского министерства сельского хозяйства и продовольствия поздравить вас с этим замечательным праздником, пожелать вам здоровья, благополучия, удачи и новых свершений. Спасибо. Грамотой благодарности в этот праздничный день получили многие работники совхоза. Не забыли и о ветеранах, которые смогли передать нынешнему поколению любовь к родной земле, желание работать. Среди них и Нина Новикова. Она родилась в поселке, работала здесь же, в детском саду. Вспоминает, как дружно жили, как слаженно трудились. У нас организовывали субботники. Даже было такое время, что на каждого работающего, в том числе и служащего, там по три сотки, по пять соток надо было обработать или земляники, или свеклы. И всегда в совхозе поддерживали тех, кто трудится на земле. Эта традиция продолжается по сей день. Совместно с администрацией одноименного сельского поселения здесь создается территория социального оптимизма. За пять лет мы инвестировали в нашу территорию около четырех миллиардов рублей. И поэтому мы так с вами хорошо живем. Слышали там правительство Российской Федерации, то есть инновации, инвестиции и в человеческий капитал. Мы инвестировали не только в телятники, склады, овощехранилища и многое-многое другое, в дороги, в ЖКХ. А вы знаете, что мы строим две котельные, КНС, все СТП отремонтировали, причем еще до этого. Но еще и в человеческий капитал, то есть в людей. И мы строим парки, пруды, строим детские сады. А в этот день подарком для всех был большой галоконцерт, участниками которого стали воспитанники детских садов, сотрудники администрации, самодеятельные коллективы местного центра культуры и известные артисты. Хотелось бы пожелать в этот праздник 95 лет всем здоровья, благополучия, всего хорошего. Выдержки, потому что время нелегкое в данный момент. Поэтому я надеюсь, что все мы стерпим, все выдержим. Завершился праздник 95-летнего юбилея ярким фейерверком. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.